Чтобы посмотреть на игуану, анаконду, скорпиона и других экзотических животных, не обязательно ехать в дальние страны. 150 представителей всех континентов мира собрались в Днепропетровском доме зоолога. Это первое в Украине место, где можно не только обменяться любезностями, скажем, с хорьком-альбиносом или понаблюдать за приемом пищи, лечением, размножением и другими обычными делами необычных животных. Любители дикой природы собирали живую коллекцию на протяжении 10 лет и теперь готовы удивлять горожан. Большинство из этих животных не отловлены где-то в природной среде, а именно выращены людьми с детства, с младенчества на руках, и они стали ручными. И вот у нас родилась такая идея, а почему бы не сделать такую экскурсию, на которой люди могли бы пообщаться с этими животными и увидеть, скажем, за кулисье нашей работы, что происходит в нашей лаборатории. Журналистам посчастливилось одним из первых познакомиться с некоторыми обитателями дома зоолога. Животные приехали на пресс-конференцию вместе со своими хозяевами. Неподвижная стойка американской игуаны по имени Гарик лишь иногда нарушалась покачиванием головы или шевелением хвоста. Хорошо воспитанный экзот важничал, терпеливо сносил поглаживание, разрешал брать себя на руки. Как, впрочем, и другие гости – редчайший уш-носорог, орех-альбинос и австралийская белка-летяга. Размах прыжка, который может достигать 30 метров. В этом доме зоолога животное, которое идет на контакт с человеком. Наши животные, они не знают, что человек может проявить агрессию по отношению к ним, поэтому они никогда не проявляют агрессию по отношению к человеку.